Минувшую неделю можно смело назвать неделей кроссоверов. Так Хавейл приготовился удивить россиян доступным паркетником под названием Джолион. Не то что обновленный Opel Crossland, за базовый вариант которого запросили миллион семьсот тысяч рублей. Стоимость полуавтопилота для Ниссана в Qashqai и X-Trail мы пока не знаем, но скоро уточним. А еще Jeep презентовал евроверсию обновленного компаса, а Subaru наконец выкатило шестое поколение Outback. Как известно, свежему Mercedes C-класса отрядили платформу и дизайн флагманского S-класса. Разумеется, с некоторыми упрощениями. У младшей модели нет шестицилиндровых моторов и выдвижных ручек, но есть полноуправляемое шасси и матричные фары. Фотографии салона вообще оставляют ощущение дежавю, ведь цифровая панель приборов и монументальный тачскрин медиа-системы сначала появились на S, а теперь перешли C-классу. Добротное наследство, не правда ли? Но за которое придется изрядно доплатить. Если за прежнюю C-шку просили около трех миллионов рублей, то за новую почти на 600 тысяч больше. А с полным приводом и двухсот сильным мотором седан вообще стоит больше четырех миллионов. Правда, немцы не стали мелочиться, так что базовая версия включает комбинированную обивку сидений, виртуальные приборы, большой экран медиа-системы, двухзонный климат-контроль и прочие плюшки, вроде автоматического парковщика и светодиодные фары. Приятными бонусами идут спортивный обвес кузова, а также чисто немецкая сборка. Но стоит ли это все таких денег? Решать покупателю. Ведь Audi A4, Volvo S60 и BMW 3 серии обойдутся намного дешевле. Конкурент упомянутого Мерседеса, Jaguar XE, покинул российский рынок. Эти машины тоже стоили по 3 миллиона рублей. Но число фанатов британской экзотики оказалось слишком скромным, чтобы и дальше завозить их. Сама модель доживает свой век. Попытка противостоять большой немецкой тройке провалилась, а дальше марка готовит крутую смену концепции. В планах Jaguar делать бесстыдно дорогие электрические авто. Далее о более доступных моделях. На Ниссан и питерской сборке, а точнее кроссоверы Qashqai и X-Trail начали устанавливать фирменный полуавтопилот ProPilot. Он умеет довольно многое, включая разгоны и торможения в условиях пробок. Как уверяют ниссановцы, систему пришлось дорабатывать для наших условий, чтобы электроника учитывала трафик, дорожную разметку и ментальность водителей. Для этого тестовые машины накатали больше 30 тысяч километров от Крыма до Владивостока. К слову о кроссоверах. Пару месяцев назад Opel пообещал расширить российскую гамму компактной моделью Crossland. А теперь это наконец случилось. Правда, из-за европейского происхождения новинка оказалась весьма дорогой. От 1 миллиона 700 тысяч рублей. В базовую версию включены 6 подушек безопасности, система стабилизации, простенькая медиа-система, задний парктроник, обычный кондиционер плюс датчик света и круиз-контроль. Колеса 16-дюймовые, стальные. Единственный силовой агрегат – бензиновая турбо-тройка от дачи 110 сил, с которой состыкован 6-диапазонный автомат. Привод строго передний, так как французская платформа банально не имеет версии 4х4. И важное уточнение – к нам приехал обновленный вариант Crossland. Его отличает новомодный визор, то бишь оформление передка, стилизованное под рыцарский шлем. Вдобавок к модернизации подверглись подвеска и рулевое. Правда, с такими ценами новый кроссовер Opel будет нишевым продуктом, поскольку не сможет навязать конкуренцию своим локализованным соперникам. А значит, ему предстоит выйти против чистокровных иномарок, вроде Suzuki Vitara и Peugeot 2008. О том, что Хавейла расширит российскую гамму очередным кроссоверам, слухи ходили давно. А теперь китайцы поспешили подтвердить их фактами. До конца весны Марка клянется презентовать модель под названием Jolion. С названием, кстати, история сложная. Поднебесный автомобиль продают под именем Чулянь, то есть первая любовь. В других странах машину называют Jolion, где Joy – это радость, а Lion – лев. Но для нас транскрипцию Jolion посчитали слишком мудрёной, упростив название до Jolion. Поэтому встречайте – Хавейл Jolion – первый кроссовер на нашем рынке, построенный на свежей платформе Lemon. Эта архитектура славится широким применением высокопрочных стали и повышенной жесткостью силового каркаса. Кроме того, Lemon поддерживает современную ездовую электронику. Сама модель по формату напоминает Kia Sportage или Hyundai Tucson. Но в отличие от конкурентов, имеет полузависимую заднюю балку и строго передний привод. А под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор. В родном Китае паркетнику полагаются цифровые приборы, проекционный дисплей и 12-дюймовый тачскрин-медиа-системы. Но нельзя исключать, что российская версия получит более скромный салон. Очевидно, что выпуск Джолиона на заводе под Тулой уже стартовал. Притом делать новинку будут по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. И есть шанс, что глубокая локализация позволит китайцам выставить цену ниже полутора миллионов рублей. Дальше к новостям, так сказать, международным. Кросс-Универсал Subaru Outback шестого поколения заокеанской публике презентовали весной 2019 года. А сейчас, после двухлетней паузы, модель запоздало выходит на европейский рынок. По большому счету, евро и американская версии не отличаются друг от друга. Разве что с этой стороны Атлантики не будет мощного турбомотора. А единственным двигателем заявлен полностью переделанный атмосферник на 2,5 литра. У него непосредственный впрыск, повышенная степень сжатия, система старт-стоп и 90% новых компонентов. В Европе четверка будет менее мощной, но более моментной. В паре снова идет переработанный клиноцепной вариатор. Что касается собственного универсала, то он стал заметно крупнее, хотя колесная база осталась прежней. Соответственно, салон тоже сделался просторнее, в котором вдобавок анонсированы улучшенная шумоизоляция и более качественные материалы. В стандартную комплектацию включен комплекс со стереокамерой под лобовым стеклом, который отвечает за автоматическое торможение и прочие продвинутые способности. На российском рынке новый Subaru Outback появится не раньше августа. К нашим дилерам автомобили будут приходить из Японии. Как известно, бренд Хаммер переродился под маркой GMC. Притом первой моделью возрожденного семейства оказался огромный электрический пикап. А сейчас на сцену выходит чуть менее крупный внедорожник. Друг от друга машины отличаются кормой. У внедорожника короче задний свес и меньше колесная база. Но простор на втором ряду одинаковый. А третьего, несмотря на нескромные габариты, нет. Машина сделана пятиместной. Из-за сокращения размера в пятидверке полагается более скромная батарея. Ведь именно корпус аккумулятора играет роль несущего элемента автомобиля. Появление тысячесильной модификации тоже исключено. Впрочем, мощности новому Хаммеру все равно более чем достаточно. Трехмоторная модификация выдает больше 800 сил. А двухмоторный вариант готов похвастаться отдачей на уровне 600 лошадей. Как многие другие батарейные модели, ждать пятидверный Хаммер придется бесстыдно долго. Первые машины заказчики получат не раньше 2023 года. А базовые версии вообще заявлены на весну 2024. В топовой конфигурации машине полагается трассовый автопилот, пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси и куча других примочек, вроде 18 камер кругового обзора. Плюс панели крыши, которые можно снять, сделав почти кабриолет. Правда, с такими ценами Хаммеры очевидно будут штучным товаром. Приветственный тираж будут отгружать публике по 106 тысяч долларов за штуку. А самые простенькие внедорожники решено отдавать на 20% дешевле. На отдельной ступеньке стоит бескомпромиссный Extreme Off-Road. У него есть внедорожные шины, усиленные полуоси, имитация блокировки заднего дифференциала и настоящая блокировка дифференциала переднего. Впрочем, остальные Хаммеры тоже не промах. У машин на пневме 30-сантиметровый дорожный просвет. А если заказать опционный пакет, то дорожный просвет будет достигать 40 сантиметров. Внушает, не правда ли? Следующую новость из-за откровенного дефицита иллюстраций придется дать очень и очень коротко. Toyota выпустила купе GR86, то есть преемника прежней модели GT86. Сюрприза не случилось. И внешне, и технически новинка повторяет Subaru BRZ. Поэтому под капотом установлен атмосферный оппозитник, с которым стыкуется шестиступенчатая механика и автомат. Привод, разумеется, задний. Но нам эта информация почти не важна, ведь мы вряд ли увидим этот автомобиль на российском рынке. А вот мерседесовское подразделение AMG отказывается от чисто бензиновой тяги, презентуя гибридную силовую установку e-performance. Спереди расположены 4-литровый битурбомотор и 9-ступенчатый автомат, у которого вместо гидротрансформатора стоит мокрое сцепление. А сзади добавлен электрический модуль, составленный из 200-сильного мотора, двухступенчатой трансмиссии и электронно-управляемого дифференциала. Тем интереснее, что инженеры вдруг сохранили карданную передачу. В чисто электрическом режиме кардан передает крутящий момент от электромотора на передние колеса. Пиковая отдача такой системы составит более 600 кВт и 1000 Нм, а оборудованная ей машина сможет разогнаться до сотни менее чем за 3 секунды. Для более компактных моделей предусмотрена замена мотора V8 двухлитровой четверкой, что дополнено электрическим наддувом. Отдача бензинового движка должна достигать 450 сил, а с учетом заднего электрического модуля установка выдаст под 650 лошадей. Многосерийные премьеры новых моделей начинают утомлять. Вот, например, Мерседес выбросил очередную порцию подробностей об электрическом флагмане EQS. Так лифтбэк оказался обладателем самого низкого коэффициента аэродинамического сопротивления среди серийных машин. Добиться показателя на уровне двух десятых удалось благодаря гладкому днищу, утопленным ручкам и другим ухищрениям. Также немцы поспешили опубликовать характеристики двух модификаций – одно и двухмоторный. У обеих дальность хода составит около 800 километров, так как полноприводному варианту полагается более емкая батарея. Остальные подробности последуют на следующей неделе, когда пройдет полноценное представление флагмана. Мы уже начали забывать такую марку, как Санг Йонг. Между тем, корейский бренд переживает тяжелые времена. Но спасение близко. Концерн Махиндра, которому принадлежит 75% акций, вроде бы нашел покупателя на 24% пакет ценных бумаг. И чтобы порадовать потенциального инвестора, в компании решили провести рестайлинг пикапа Рекстон Спортс, а также его удлиненной версии Рекстон Спортс Хан. Притом отныне модель здорово отличается от родственного Рекстона. Обновление принесло огромную решетку радиатора, вертикальные ходовые огни и эффектный пластиковый обвес. А вот интерьер остался прежним. Виртуальные приборы и джойстик автомата от обновленного Рекстона версии Спортс не достались. Техническая часть тоже сохранилась неизменной. Под капотом стоит турбодизель, к которому могут прилагаться механика или автомат. Тип привода чисто задний или подключаемый полный. Кстати, любопытный факт. В базовой версии сзади стоят пружины, но при желании можно заказать рессоры. С ними будет менее комфортно, зато грузоподъемность вырастет на пару сотен килограммов. Марка Jeep похвасталась, что 40% ее европейских продаж составляет паркетный компас. А значит, модель нельзя оставлять без обновления. Внешние изменения не особенно приметны, но фары стали чуть тоньше, плюс подправлены решетка радиатора и передний бампер. Из-за бамперов чуть подросла габаритная длина, а новые колеса сделали компас выше. Интересно, что дорогая внедорожная версия Trailhawk обновлена по отдельной программе. У нее особый бампер, увеличивающий угол въезда. Но самое интересное – это интерьер. Верхнюю часть передней панели не узнать. Другая архитектура, новый руль, иные дефлекторы, больше кожи и металлических вставок. Само собой, без виртуальных приборов и торчащего дисплея не обошлось. С техникой ситуация такова. Если компасы для России оснащаются атмосферником 2.4, то евроверсии полагаются только малолитражные турбомоторы – бензиновый и дизельный. Все версии имеют передний привод. Полный привод – прерогатива подзаряжаемого гибрида, на который приходится четверть старосветских продаж кроссовера. У него передние колеса приводит бензиновая турбо-четверка, задние вращает отдельный электродвигатель. В Европе рестайлинговый джип обязан появиться совсем скоро. Однако россиянам придется подождать больше остальных, ведь нам полагаются машины не итальянской, а мексиканской сборки. Притом с другим набором агрегатов.